Всем привет! Сегодня будем смотреть обзор нового набора от фирмы Звезда. Это российский легкий бомбардировщик Як-130 в 48 масштабе. Помимо данной модели мы посмотрим еще и дополнение к ней. А после всего этого мы откроем еще две коробки. Первая это легкий штурмовик Як-130 от той же Звезды, который вышел в 2018 году. А вторая коробка это набор от китайской фирмы Kitty Hawk. Набор, который вышел также в 2018 году. И посмотрим разницу. На обратной стороне коробки мы видим информацию, что Набор содержит 339 деталей. Длина модели будет составлять 2-4,5 см. Можем почитать описание прототипа самолета И посмотреть красочные фотографии собранной модели. Внутри коробки пакеты с литниками. Инструкция И декаль Первый литник перед вами. Сразу обращаем внимание на фюзеляж самолета. Расшивка Расшивка глубокая, с ней все нормально. А вот отсутствие клепки, это ненормально. Когда откроем коробку от китайского производителя, то мы увидим разницу. Все литники в этом наборе 2018 года. Но кое-какие и добавлены, а кое-какие и убраны. Чуть дальше про это. В инете уже достаточно много обзоров и фотографий собранной модели. И в основном они положительные. Отличная детализация набора. Отлично детализирован двигатель. Прекрасно детализированная кабина пилотов. Очень хороший фонарь. Их даже два в наборе. Наличие заглушек сопел и воздухозаборников. Отсутствие облоя и утяжен. Но есть проблемы со стыкуемостью деталей. Неоптимальный порядок сборки в инструкции. Достаточно неплохо проработаны ниши шасси. Стойки шасси также не вызывают никаких отрицательных эмоций. Обе приборные панели близки к прототипу. Ну и давайте сразу расскажу об отличиях наборов 2018 и 2021 годов. Различаются они подвесным вооружением, декалью, инструкцией, ну и естественно коробкой. Вооружение 2018 год. Управляемые ракеты класса воздух-воздух Р-73. 4 штуки. Блоки неуправляемых авиационных ракет С-8, С-13 и С-25. И подвесной контейнер СНПУ-130. Вооружение 2021 год. СНПУ-130 остался, как и Р-73, но уже в количестве двух штук. И добавились. Авиационная бомба КАБ-500КР. Фугасная авиационная бомба ФАБ-500М62. Кассетная бомба РБК-250. И подвесной топливный бак ПТБ-450. В наборе присутствуют две фигуры пилотов, что не может не радовать. Кресло пилотов требует доработки. Особенно это касается привязных ремней. Ну, здесь набор футравления или объемных декалей нужен по-любому будет. Колеса отлиты двумя половинами, что не очень удачно для нашего времени. Но диски даны отдельно. А вот это удобно. А вот и новый литник. Литник с подвесным вооружением. Вернее, их два. Это и есть новшество этого набора. Две ракеты Р-73. Отличный фонарь на первый взгляд. Два варианта. Один имеет пирошнур, второй нет. Но плохо проработанный переплет. У Китти Хоука он прям четкий. Здесь нет. Зато нет никакого продольного шва посередине. Отличный большой лист декалей на четыре варианта окраса. Включая, ну естественно, на очень известный борт ВВС Бангладеш. Ну а как иначе-то? Огромное количество технической информации. Стандартная для звезды инструкция. Не цветная. Содержимое набора и сборка. Вот на инструкцию люди жалуются. Будьте бдительны. И цветная вкладка схемы окраски и размещения декалей. Как я уже и говорил, на четыре варианта. Первый из них ЯК-130 из состава учебной авиационной базы. Город Воронеж. ВВС России. Форум Армия 2020 год. Кубинка август 2020 года. Второй вариант ЯК-130 из состава учебной авиационной базы. Город Борисоглебск. ВВС России. Аэродром Борисоглебск. 2014 год. Вариант номер 3. Серийный номер не установлен из состава ВВС Лаоса. Аэродром Вьентян. Начало 2019 года. Ну и самый популярный, на мой взгляд, это у нас ЯК-130 из состава ВВС Бангладеш 2015 год. По этому набору мы закончим и перейдем к дополнениям, которые уже есть в продаже. А есть потому, что они все подходят как к этому набору, так и к набору 2018 года. А вернее наоборот. И начнем мы с 3D декали фирмы Quinta Studio. Незаменимая вещь, на мой взгляд. Цветная приборная панель. Цветные привязные ремни. Кнопочки. Тумблерочки. Все это есть. Все прекрасно торчит. Прелесть. Очень легко помещается на свои родные места. В общем, рекомендую. Да один пирошнур в наборе, чего стоит. А сидушки на кресла какие. Фотоотравление от фирмы Microdesign. Содержит детали как интерьера самолета, так и экстерьера. Приборная панель. А вернее две. Привязные ремни. Пирошнур. Да и чего-то только нет. Модель будет как настоящий Як-130. Но только маленький. Минус только один. Нужно все детали грунтовать и красить. А так, в общем, замечательно. Есть еще и пленка, имитирующая экраны. Цветное фотоотравление фирмы Эдуард. Здесь все на интерьер. Также фирма Эдуард. Привязные ремни. Тоже цветные. И еще один набор от чешского производителя. Здесь лежит цветная плата на интерьер. Такая же, как в первом показанном наборе. Так и не цветная плата на экстерьер модели. А в этом наборе есть все из вышеперечисленного плюс окрасочная маска. И оптом дешевле. Дальше набор окрасочных масок. Фирма Эдуард. СХ Аат. И Каф Моделс. Фирма Бегемот. Декали. Ну, в представлении не нуждается, как говорится. Четыре огромных листа на 27 вариантов окраса. Да, выбор очень тяжелый. Огромное количество технички. Как на самолет, так и на подвесное вооружение. Отличная цветная инструкция к набору. Картинки. Описание. Инструкция на размещение декалей на вооружение. Ну, прям красота. Второй набор Як-130 также от фирмы Звезда. Но выход модели был в 2018 году. Изменено название. Если до этого был легкий бомбардировщик, то здесь легкий штурмовик. Содержимое коробки аналогичное. Литники. Инструкция. И декаль. Литники модели самолета мы пролистываем. Здесь все аналогично. А вот в этих литниках есть и отличия. Нары С8, С13 и С25. Декаль. На 5 вариантов окраса. По инструкции тоже так быстренько пробежимся. А вот вкладка другая. Варианты. Як-130 из состава учебной авиабазы Центра летной подготовки военно-воздушной академии ВВС России Борис Оглебск. 2013 год. Вариант номер 2. Як-130 из состава 116-й гвардейской штурмовой авиабазы ВВС Республики Беларусь. Аэродром Лида. 2015 год. Третий вариант. Як-130 из состава ВВС Мьянмы, Вирмы. 2017 год. Четвертый вариант. Як-130 из состава учебной авиабазы Центра летной подготовки ВВА ВКС России Армавир. 2018 год. И пятый. Заключительный вариант. Из состава 620-й учебной эскадры ВВС Алжира. 2012 год. И заключительная часть нашего балета. Это модель от китайского производителя. Фирма Китти Хоук. Дата выхода модели 2018 год. И на мою память эта модель вышла раньше модели фирмы Звезда. Содержимое набора. Инструкция. Две собранные смоляные фигурки пилотов. Очень большое количество литников. Фото отравления и декаль. И первый литник. Он главный самый. Фюзеляж. Смотрим на расшивку и на клепку. Клепка. Она есть. Ура. Ну давайте сравним со звездой. Есть разница? Есть. Эта модель тоже очень неплохая. Есть свои плюсы. Но есть и свои минусы. И самый главный минус это цена. Если звезда стоит 2190 рублей. То Китти Хоук 3780. У Китти Хоука гораздо больше выборов вооружения. Аж 4 огромных литника. До 10 моделей хватит наверное. Про расшивку и клепку сказал. Фонарь посмотрим чуть попозже. Колеса сделаны двумя половинами. Но диски даны вместе с резиной. Проработка как дисков, так и покрышек гораздо выше, чем у звезды. Есть надписи на бортах. Кресла кабины пилотов также требуют доработки. Ну хотя привезные ремни идут в комплекте фото отравленными. Четыре огромных литника только с вооружением. Чуть ли не десяток различных ракет. И Р-27 четырех модификаций. И Р-60. Р-73. И Р-77. Авиационные бомбы. Кап-503 варианта. И Кап-1500 трех модификаций. Все перечислять можно минут 10. А то и 20. Фонарь. Основная проблема его это продольный шов посередине. Но зато есть отличная проработка переплета. Клепочка. Все дела. Пирошнур не обозначен на пластике. Он дан в декали. Давайте сравним со звездой. Здесь дилемма. Чей лучше? Фототравленная плата. С привязными ремнями. Две фигурки пилотов. Они цельные. Смоляные. Офигенное качество. У звезды гораздо хуже. Но смола есть смола. Смола. Декаль на 6 вариантов Акраса. Самый главный из них. Угадайте какой? Ну конечно же ВВС Бангладеш. И 5 вариантов на ВВС России. Есть лист декали и на подвесное вооружение. Инструкция. Инструкция гораздо лучшего качества, чем у звезды. Цветная печать. Глянцевая бумага. Сделана в виде книжечки. Отличная подробная схема сборки. Ну все как надо. Ну на этом все. Буду потихонечку заканчивать. Приобрести все эти модели вы можете на нашем сайте. i-modelist.ru Оставляйте комментарии. Задавайте вопросы. Я открыт к общению. В следующем будем смотреть обзор на новый Шерман от Звезды. Ну и конечно еще к нему подыскал уже моделей 5. Посмотрим чей лучше. Ну все. Ненадолго прощаюсь. Ваш я-моделист. И я, Виталий Новиков.